Царю Небесный, Утешителю души истины, И живет в детстве, И вся исполняя сокровища благих, И в жизни Богателю приди все лица мы, И очисти мы от всяких скверных, И спаси благо души нашим. Отец наш Небесный, Господи Бог, молим Тебе, Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание, это занятие, чтобы прошло оно по Слову Твоему Святому, для того, чтобы можно было в разумлении от Слов Твоих учиться нам жить, как подавая истинным христианам, и всегда пребывать в заповедях Твоих. Благослови, Господи, что сказать, о чем спросить. Даруй, Господи, нам разумение слов Твоих святых, как некогда даровал Твоего ученикам Своим, и всем верным, которые стали святыми Твоими на небесах. Тебе слава за все, Отец и иный Святой Дух. Аминь. Итак, мы продолжаем пятую главу послания к галатам святого апостола Павла. Напомню, то, о чем мы говорили на прошлом занятии. Шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Седьмой стих. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы покорялись истине? Восьмой. Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Вот на этом девятом стихе мы остановились. И толкование нам говорит, что, что такое малая закваска? Чтобы не сказали, зачем так сильно упрекаешь нас? Ведь только одну заповедь мы нарушили, и преувеличиваешь нашу вину. Он говорит, что это, казалось бы, ничтожное обстоятельство, наносит существенный врез, ибо как закваска, хотя бы и малая, сама собой заквашивает и изменяет все тесто, так и обрезание, хотя составляет одну только заповедь, вовлекает вас в иудейство во всей его полноте. Вот, вспомнили прошлое занятие, о чем мы говорили, то есть закон и вот эти лжеучителя, которые склоняли христиан к иудейству, к обрезанию, к закону. И вот дальше апостол Павел. Давай сейчас прочитаем первый стих. А что ты не читал? Это я с прошлого занятия, и начнем рассуждать. То есть вспомнили, о чем мы говорили. Итак, 10 стих. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Толкование. Полагаюсь, говорит он, на вас, потому что я знаю своих учеников, знаю способность вашу к исправлению. Итак, я надеюсь, что вы можете исправиться. Надеюсь также и на Господа, который не желает гибели какого бы то ни было человека. Таким образом он побуждает их употребить и собственные усилия, и надеяться на Господа. Ибо иначе невозможно получить что-нибудь от Бога, если вы не приложите, говорит он, собственного усердия. Хотя вы, говорит он, исправитесь, но обольстившие вас вследствие этого не освободятся от наказания, но подвергнутся суду, как бы великими и достойными веры они не казались. Ибо это значит слова, кто бы он ни был. А говорит это с тем, чтобы и другие не поверили им. Хотел, можно? Можно. Ну я хотел еще, когда на занятиях говорили, хотел еще как бы дополнение сделать, что вот монахи, они там не пошли на пропы, там мусульманство появилось. Мусульманство, давайте по временам сейчас пройдем. Значит, Мухаммед умирает 632 год. Кто не знал об этом? 632 год. Умирает Мухаммед. То есть через 10 лет Али, его племянник, только записывает Коран. Записывает письменно, что он слышал. Дальше там еще через 20 лет, через 30 лет записывает. Теперь еще один последователь Мухаммеда. И вот теперь у них два Корана становятся. И они там начинают вот эту войны и так далее. Шииты, суниты отсюда пошли и так далее. Потом они пришли к одному Корану. Но все-таки у них разночтение в толковании. Итак, 632 год. Победа Константина, равноапостольного, которую вспоминали. 313 год, когда он запретил гонение на христиан. То есть с 313 года по 632, получается, чуть ли не ровно пополам. 300 с лишним лет было у христиан, чтобы дойти в те места, где проживал как раз Мухаммед. Это Саудовская Аравия, будем говорить, юг Саудовской Аравии. Около Красного моря, вдоль Красного моря, где Персидский залив. В это самое время, жития святых нам говорит о Григории Амарицком. Значит, сейчас разбираем. Григорий, это имя, ну понятно, имя христианское. Святой Григорий Амарицкий. А Амарицкий почему? От названия страны, Омарит, страна называлась. Приблизительно на территории сегодняшнего Йемена она находится. Кто географию знает? Это чистый рассадник Саудовская Аравия, там где все вот сейчас главные мусульмане у них находятся. Вот там было государство, называется Амарит. И там, на территории этого государства, жил святой Григорий. Назвали его Амарицким по какой причине? Он делал много чудес и прославлял Господа Иисуса Христа в правой вере. Он там прославлял его. И когда ему удалось, одного из главных военачальников, правую руку императора тогдашнего, который был царем, ну там его как-то звали Порфир, как-то так, я сейчас не помню, как его, к сожалению. И ему удалось его обратить ко Христу. И случилось так, что там царь погиб, и этого военачальника выбирают царем. А он христианин. И Григорий Амарицкий, как его духовный отец, оказывается, укормил власти практически. Его выбирают, ну, патриархом тогдашним, этой страны. И он приходит, а там была очень большая диаспора евреев. А евреи, сами знаете, они всегда убивали христиан православных. Это был 520 год. То есть, Мухаммед родился в 554 году. А это описывается в 520 год. И вот эта территория, она прям граничит с Меккой и Бединой. Прям вот на границе, там несколько сот километров до них. Вот это государство Амарицкое. И что приходит святой Григорий к этому царю, тогда уже это новому, и говорит, вот чтобы евреи, они же враги христиан, чтобы, говорит, они нам тут глаза не мозолили, давай сделаем следующим образом. У них два пути, или их убить, или изгнать. И третий, самый лучший, чтобы они обратились ко Христу. Он ему говорит, слушай, ну, убивать как-то сразу это, давай хоть с ними поговорим. Это император говорит святому Григорию. Он говорит, ну, это неплохо было бы, давай поговорим. И вот вызывает самого у них главного маститого, там, старейшину, этого иудея, Элизарка-то, или... Ну, и он, наверное, ему объявляют так и так. Или вас станут из христианами, или изгоняем, или убьем. Он говорит, так давайте хоть тогда поговорим сначала, ну, кто будет от вас выступать, кто от нас. Григорий Амирицкий, естественно, его выбирают. А этого и Элизара, как у них, старейшина еврейский, его. И они начинают беседовать, а беседуют-то по Библии. И вот все чувствуют, что, ну, не хватает немножечко, чтобы победу-то одержать, вот, Григорию Амирицкому. Он ему вопросы ставит. И тот знает Библию, и этот тоже хорошо знает Библию. Только этот во Христе, Григорий Амирицкий-то святой говорит, а тот говорит по Ветхому Завету, тоже от Бога Всевышнего. Ну, и тогда уже, когда победы никакой нету, а нужно, ну, так, чтобы это звучно было, и тогда Григорий Амирицкий начинает, он, этот, Элизар говорит, вот если, говорит, я увидел Христа, вот, прямо сейчас, тогда, говорит, точно тебе, говорю, я бы уверовал. Не знаю, как там мои, говорится, племенники, но я бы вот уверовал. И Григорий Амирицкий встает на колени, начинает молиться, Господи, вот ради того, чтобы увидели, прославил Лосиме Твое святое, ну, покажись. И вдруг раздвигаются небеса, на облаке вот так Господь опускается, но не доходя до земли. И стоит сам Иисус Христос, ничего не говорит, просто благословляет, или что там такое, ну, беззвучное. И в этот момент, там, этот Элизар, ну, все, говорит, теперь понятно, ну, теперь я верю. Ну, там какая-то еще часть евреев обратилась, а остальных изгнали из этой страны. 520 год. Через 30 лет родился Мухаммед, чуть побольше, который начал слушать уже не православных, а еретиков. И вот эта лжезакваска, которая вдруг оказалась на месте, казалось бы, светлого пятна, то есть государство-то должно быть православным, о чем он писал, нам, как раз читал заметку-то этого, что и вот православное государство сильное, главное, вот оно, что может победить все это. Вот оно никак не победило, православное сильное государство. С архиереем, святым, ничего не получилось. Почему? Лжеучителя, потому что отовсюду они сразу приходят и пользуются ошибками именно православных, которые не до конца идут по учению Христову Евангельскому. Ну да, ну и вот апостолу Григория Амирицкого вспомнил. Тоже приходится оправдываться перед своими учениками за то, что уже учителя проповедуют обрезание. И вот он в 11 стихе и говорит, как бы оправдываясь. «За что же годят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн Кореста прекратился бы толкование. Так как клеветники говорили, что он лицемер и проповедует в одном месте обрезание, а в другом нет, то говорит, вы свидетели того, что меня преследуют иудеи. Если я проповедую обрезание, за что же другие меня преследуют? Очевидно, преследуют меня за нарушение отеческих их постановлений. А если я проповедую обрезание, охраняю отеческие постановления, зачем после этого меня преследуют? Что же говорят из этого? Не обрезал ли ты Тимофея? Да, но это с особой целью. Да при том, одно дело обрезывать, и другое проповедовать обрезание. Ведь он не сказал, если совершил обрезание, но если проповедую, ибо тот, который проповедует, учит, что это всегда должно быть, как, безусловно, прекрасное. А тот, который делает что-нибудь по особым целям, исполняет это не потому, что оно, безусловно, хорошо, но потому, что полезно в данном случае. Если бы я проповедовал обрезание, то не было бы соблазна, который производит в иудеях крест. И не почему-нибудь иному они соблазняются проповедью о Христе и не принимают ее, как только потому, что ею уничтожается обрезание и закон. То есть проповедью о Христе. Равно, как если бы я проповедовал обрезание, прекратилась бы и исчезла бы вражда иудеевка кресту и соблазн, который возбуждает он в ней. Вот такое вот толкование. То есть он оправдывается против вот этих клеветников, начинает отстаивать свою правую веру. Вопрос хочу задать. Да. Вот в одном из своих посланий апостол Павел тоже говорит, говорит, неужели между вами не найдется разумный, который бы мог разрешить эти вопросы. И мне вот хотелось задать вопрос, а неужели вот не нашелся ни один разумный, который мог бы остановить вот, как говорится, безумие пророков, вот этих лже-пророков, как ослицы никогда. Какие качества, какой характер должен быть у человека, о котором говорит апостол, чтобы увидеть этих лжеапостолов, чтобы с братьями объясниться и так далее. Что нужно? Как? В письменном виде, устно, руки поднимать, один на один выступать. Ну, как вот, как Григорий Амирицкий делал с Элиозаром с этим. Ну, а апостол сказал, ну, какие-то выводы как-то можно же было делать. Он же сказал, ну, не просто так сказал, а чтобы как раз разумели. Ну, он должен быть авторитетом. Тогда его будут слушать. Понимаешь? И тогда вот, которые сомневались, говорят, а давай мы у авторитетных спросим, пойдем в Иерусалим, и так вот, если те подтвердят твои слова, тогда мы уверуем. Как бы такой у них был разговор, я так понимаю. И он не стал, говорит, да вы что, да я сколько знамений сделал. Говорит, ну, давай пойдем сходим. И они пошли, и подтвердилось учение о Христе, что не надо обрезываться. Все это, закон прошел. То есть, должен быть этот человек авторитетный, его должны уважать. И чтобы человека уважали, он сам должен быть непорочен. А здесь, если от Тимофея-то обрезал, начинают подыскиваться под него. И вот тоже начинают перед ним. Ну, было, да, было. Ну, для чего я это делал? Давай. Я тогда еще продолжаю. Об этом. Так он должен быть священником, диаконом, чтецом, или мирянином, богословом. Какой характер? Как понять авторитет? Вот ты говоришь, авторитет. А нет, авторитет. Вот я тебе пример скажу, библейский, чтобы ты не говорил ничего. Это 13 глава Даниила, пророка. Когда Сусанну осудили, и они ведут ее побивать камнями. Помните, старцы, которые хотели с ней переспать? И говорит, или переспишь с нами, или мы расскажем, что ты с юношей была, с ним переспала уже. А они судьи были. И она сказала, нет, не буду делать греха, лучше в ваши руки попасть. И все, в ваши руки оказалось, что помимо рук. Почему? И тут юноша написано, юноша Даниил, нет, не Даниила, как его? Даниил разве? Нет, не Даниил. Валтас? Даниил. Как его, Валтасар же его называли? Даниил прям там. Даниил, да? Юноша написано, Даниил встал и сказал, чистый от крови. И все удивились, повернулись. Что-то такое сказал. То есть все впервые услышали это. А врачи, кто такой? Он юноша вообще был? Он закричал громким голосом. Закричал даже. Вас не любят. Да, да, это не любят, да. Закричал громким голосом даже, да. И все повернулись. Явно, и там написано, юноша. Написано, закричал, что повернулись. И это начали друг друга спрашивать. Показывает все, что нету никакого у него авторитета. Кто он такой? Вылез. Пацаненок какой-то. И вдруг он такие слова говорит, и все. Как-то, ну в этот момент, Господь, видать, подействовал Духом Святым. И все. Ну, а что ты говоришь? Это такое, что за слова? Ну-ка, поясни нам. Он говорит, давайте их разделим и спросим каждого по отдельности. Вы что такой неразумный народ? Сразу верите. Видно, что, ну, что женщина, девица-то она, какого рода. И вот сразу ее побить камнями. Вы что такие жестокоседные? И все, ну, как-то повинились. Ну, давай. И раз, и выясняется все. Ну, вот какие качества были у него, у этого юноши. Давай с него начнем. Не безразличие. Не безразличие. Вот первое качество. Ну, наконец-то, что-то хоть начинает пробиваться. Да. Сквозь тун-тун. А то авторитет. Молодец. Сейчас давай ждать авторитета. А у нас авторитет так говорит. Вот за стенкой обычно. И говорит, вот так выглядит. Об этом не говорить. Все. И это авторитет, он везде непререкаемый. Куда ни пойди. Вот 80 сидят там в зале. Каждый тебе скажет молчать. Я приезжаю в Красноярск, сидит там лузер. Здесь он у нас молчал, никто вот так вот. А там я только начал о крещении. Крещение, а там такой вопрос задает женщина. У меня дочка ходит 50-ником. И вот у них там полным погружением крестят. Но она не знает, что не троекратным. А у нас, говорит, почему кроплением? Отличный вопрос. Он тут же, я говорю, так а вот тут у нас показать хотел материалы наши. Сразу раз. Молчать. Если только что-то прочтешь отсюда, из этого материала Лапкина. Все, я запрещу эти занятия. А только еще начались 5 минут они не идут. Уже все. Уже авторитет запретил все. Авторитет он как раз, вот они все авторитеты. Их вообще не видно здесь. Они все уже там идут. Стоят уже. Выставили. Давай, режь нам быстрее. Они хотят еще авторитетнее быть перед всеми. Сестры же сидят все. Это авторитет, он умный точно. Ну что, обрежется. Сейчас вообще у него будет не голова, а дом советов. Да. Что не скажет, то все в точку попадет. Да, да. Ну а качество такое еще. Непонимание ситуации было. Люди просто не понимали. Вот не было такого юноша Даниила. Даниил, во-первых, он все правильно понимал. Он знал закон Божий. Второе. Он был сам в этом не порочен. То есть об этом говорили, что ты сам говорил, что он должен быть не порочен в том грехе, который он обличает. Ну и в-третьих, это ревность, бесстрашие, скажем, или назовем это так, смелость. Потому что он вызвал огонь на себя, как пророки. То есть когда пророк выступает, он говорит от лица Божия. То есть его в принципе его должны убить за это. Если он лже-пророк, его просто убьют и все. Но если он говорит от лица Божия, либо он безумец, либо он действительно пророк. И когда его многократно проверяют, действительно пророк Божий, в конечном итоге враги могут его даже убить. Но здесь не было такого человека. Не было знания. Они просто... Если бы он был, мы бы знали, что вот такой-то человек выступил и сказал, я против. И апостол Павел сказал бы, так, вот у вас какой-то там брат, кварт какой-нибудь там, или брат говорит, а вы почему его не слушаете? То есть характер послания был бы другой, если бы был такой человек. А вот вы, допустим, там сто или там двести вас не слушаете, а вот он слушает. А апостол Павел бы обязательно сослался бы на такого человека. Но его не было. Как не было? Подожди. Дай, считай. Вопрос можно? Вопрос хочу задать. А почему тогда он вначале называет святые? Говорит, святые братья. Почему? Да, почему. Он также обращается к Оринфянам перед тем, как их обличить в страшном грехе. Он обращается к святые, но при этом обращается к ним. То есть человека, святой или не святой, это тут уже другое положение дело. Тут речь идет о том, что почему не выступил никто против вот этого явления, которое вошло в церковь, в Галатийскую. Но не было, значит, такого человека, который бы все понимал. Может быть и был кто, но молчал, боялся. То есть тут несколько, может быть, позиций. Но все равно об этом апостолу Павлу не было известно. Как дальше мы читаем наоборот, вот тут как дела плоти известно начинает перечислять. Я вначале не понимал, либо это он вообще говорит о том, как наставление, как можно делать, как нельзя. Начал толкование читать, я понял из него, что они сами были такие, о чем он говорит. Дела плоти это те свойства, которые были свойственны самим галатянам. А это было следствие именно их лжепонимания. А лжепонимание опять же не просто так пришло. Я думаю, все началось именно с духовного отступления от Христа. Внешне они еще были галатянами, они еще ходили, да, Павел. А постепенно, постепенно вот это все, первую любовь они потеряли. Они потеряли любовь действующую, веру действующую любовью и по инерции еще шли. А потом пришел человек и начал говорить, а это вот, вы хотите изменений, вы хотите перемен. Многие хотят перемен. Что-то ничего не меняется. Мы ходим каждый день в храм, там, борода, хвост. Ну какие-то перемены ведь нужны. Ну все и так понятно уже. Надо какие-то перемены. У них были перемены. И пришли люди, которые им дали перемены. Вы хотите быть более совершенными? Конечно, хотим. Так вам еще немножко не достает. Вы обрезываетесь по закону Моисея. Как же мы раньше-то этого не знали? А почему нам Павел не сказал? Да кто такой Павел? Да он даже не апостол. И вот начинается вся эта система. Кто у них выступил-то против этого явления? Да в них уже был грех. Они сами внутри себя отступили. А когда они отступили, тогда пришли просто ребята и сказали, вот так понимаете. Да, мы не знали. То есть без нечестия, без их неблагочестивой жизни, без их внутреннего бы, духовного бы слабости, не было бы даже никакой бы вот этой разговора бы не было. Разве мало им апостол Павел говорил? Да он говорит, перед вами был Христос изображен. Разве мало мы слышали проповедей, когда мы уверовали во Христа? Там кто 10-20 лет? А сколько лет люди уходят? Да почему? Да потому что поначалу загорелся, а потом погас, а потом вообще в голову вошла какая-то мысль, все это перечеркнул и ушел. Но галаты, не то что там не было именно человека, они духовно ослабели и даже не заметили, как грех вошел в их разум. И апостол Павел борется с двумя змеями. Первое, это невежество, которое он вот эти все пять-четыре главы и пятую главу еще он пытается разрушить. А второе, это грехопадение, в которое они впали, а это вот сейчас мы начнем изучать, это уже вторая половина пятой и шестой главой, вот во что они попали. Ну, вот я такое понятие истолкование имею. Поэтому ссылаться на какого-то там авторитета, на кого ссылаться, они все уже, нет авторитета, не за что взяться. Гнилая картошка в мешке. Закончено. Игорь Атимович, я по-свежему. Сегодня тоже скинули мне. Произошел грех, который не простится ни в семь веке, ни в будущем. Ярославского архиепископа, мегаполита, обокрали им 13 миллионов и 7 понаги бриллиантовых. И утащили, у него домик рядом, где он там живет, отдельно дом-то. Сломали замок и сейф утащили вместе с сейфом. Златоус об этом говорит. Нанимают людей перевозить драгоценности, приковывают сундук, чтобы разбойники не взяли. Иногда охранники вместе с охранником убивают сундуком. Вот такое дело. 13 миллионов для человека ни женатому, ни семейному. Ну, наверное, все же... Чуть-чуть перебор. Просто человеку не с кем было поделиться. И там говорят, мог на что-то потратить. Второе. Вот Чаплин сейчас открывает и говорит о патриархе. Патриарх сидит в золотой клетке. Видишь, как язык развязался? А до этого около 30 лет рядом был и не видел. А ты-то в какой клетке? И дальше. Патриарх видит, как события развиваются на Украине. Ему нельзя сказать ни за, ни против. Сразу от боя до острых врагов. Он хочет. И в данное время ему сейчас только проповедь где-то сказать. Да и хорошо. Зачем туда лезть? А он активный. Хотел бы. Наконец-то его... Он понимает, ему один шаг нельзя выйти в сторону. И вот когда избирали Алексея, на это место думал Петерин. У каждого группировка своя. Он там пишет. А вот где вся крышовка-то идет-то. Это все сегодня открыто. Он вышел оттуда от патриарха. И теперь все открывает. Открывает маленькую часть. И там говорит, тот так обижен был. Там отдельно, там группировка. И считаешь. Ну что сказать. Бога совершенно нету. Это они сейчас говорят. У них структура. У них епископ. А у вас нету. Им не надо ничего. Им нужна структура, которую человек построил. Безбожная власть дала. И он под нее подошел. Теперь ему какую-то гарантию дают спасение. Никакой гарантии нет. И говорят. У вас стоит только от храма Христа Спасителя отнять мирскую власть. И свет погас. У вас ничего больше нет. И дальше люди-то выступают и все это видят. Ну и Чапин развалился, как всегда, и все это говорит. Полуоткрыто. Вопросы дают. Ты же атеист, говорит ему. Надо и все. Ты протестант. Нет, говорит. Я тебе больше занимаюсь, акураю. Ну, ответ это приподнимает чуть-чуть завесы. И туда идти. Я должен быть своим им. Дополните. Да вы думайте, что говорите. А что это пророк Даниил, юноша был, закричал. Так ли вы неразумны? Каким голосом? А которые ничего не делают? Ничего. Им нужен голос тихо. Зачем? У меня сердце заворновалось. И желудок сразу у меня. Челесло расслабилось. Горшка не слажу. Не надо громко. Но я же понимаю. Он не хочет на прочном стуле. У него все время жидкий стул. И вот он не может нигде высказаться. Нигде. Патриарх всех боится. Абсолютно всех. И он это говорит. Открыто. И он говорит. Еще беда-то еще в чем. Что патриарх заходит там в твиттеры. И видит, где отрицательно про него говорят. А ему такие переживания. Понимаешь, как будто бы патриарх. Какой-то маленький недоумок. Да, он болеет. Да он должен прорубаться через все. И говорить, и делать. А что нужно делать, вот вы говорите. А вот уже сейчас мы делаем. Это все выставляем. И сейчас вокруг нас колготятся. Узнают, сколько администраторов. Кого подкупить. Деньги предлагают, чтобы наши ресурсы уничтожить. Но это что-то значит? Конечно. Один Бог. Бог. А Бог. Говорит, напрасно строить строище, если Господь не созидит. Ничего не будет. И вот это апостол Павел. Это видно, что в 14 галатам это читали? 5, 10. А? 5, 11. Ну дальше-то перед этим было. 5, 11 еще считаете? Да, 5. Ну там 6, 14 дойдете об этом. Если я до ныне проповедую обрезание, то есть проповедал или нет? И сразу не знаю. Так он говорит, проповедал. То есть если я все говорю так, как патриархийно, за что же они гонят меня? Ясно, что? Я 5, 11. Не такой. А в чем не такой? Теперь смотришь, что у нас. Полное погружение. Они ничего не хотят делать. А сколько верующих? Один из трехсот, которые ходят в церковь. Или моченые, которые, вернее сказать. Один на 300 человек. То есть 0,3%. Ну неужели не понятно, что стопроцентный брак гонят? Как таковой церкви-то нет. Все понимают, огромная секта патриархии. Это интернет-то. И патриархты-то считают. А что сделать? Не знают. Не знают. Только одно средство, какие прокручивают. Кто стоит у него, за ним ухаживает. И притом эти нигде не чистятся. Это он все приоткрыл. Там просто ужас берет. Потом, ну совершенно мирская организация безотчетная. Ни Бога не верят, ничего они. И он столько лет был. Ты-то что думаешь, теперь уже на пенсию тебе идти? Ну, разводят руками. Вот от этого надо начинать. Что делать? Вопрос поставлен, я его начинаю делать. Говорить о том, что должно быть и что не должно быть. Я беру 4 пункта. Перестаньте рукополагать до 30 лет. Кто рукоположен, запретите обслужение. Хотя они должны быть избегнуты. Но выполните одно правило. Не могут. Второе. Торговля должна быть убрана из церковной ограды. Не могут. Оглашенно извините. Выполните. Не могут. Комоны, чтобы была эпитемия наложена, не могут. В церкви-то и нет без этого. Нет ничего. Шалман. Пульпа одна мутная идет через порог и обратно. А мы это высветили и говорим. И в интернете сейчас выступают. Говорят, Лапкину никогда этого не простят. И Андрей Курайов говорит, если бы я не обречал патриархию, отношение было бы совершенно другое. Там один говорит, если бы вы поехали в ИГИЛ, это точно. Вы не вернетесь. Вас сразу будут коммунизировать. Сразу сапоги замироточат. Сразу мощи. Сейчас патриарх приедет на Ползунова 6. Крестный ход. Вот икону нарисуют. Все пошло так. Я знаю, действительно так. Вот скажет, единственный был. А другие сегодня. Это вы единственный на Россию пророк Илья. Вас Бог восставил. Я за уши беру. Ой-ой-ой. Слово сказать по правде уже к пророку Илью приравнивают. Это в народ истомился. Да кто же скажет истинное слово? Вот маленько сказал Андрей Курайов. Задолбили буквально его. А ведь он ни о чем говорил, а о Содоме, о Гаморе. О чем Виктор Андрей считал. Содом и Гаморра. Они где-то в верхах сидели руководящие роли патриархии. Все высветило. Нас знают где. Ну почему его не выгнать оттуда? Прикрывает, крышует. Ну почему не назвать всех сменьшинцев? Назвать Содом и Гаморра. Все встало на место. Подыгрывают там где-то кому-то за рубежом. Это все сейчас выехало. И видишь, что патриарха нет. Один муляж. Муляж ушастый. Больше ничего нет. Я не о конкретном патриархии говорю. Вообще, когда это вот они делают так. Да будет он благословен. И прославляем не меньше, чем Мухаммад. И так свечешь им куда больше. Понимаешь, вот когда ты этим горишь, у тебя есть этот огонь. Поправить, сказать. Хотя бы над одним человеком начинай трудиться. Одним. И ты увидишь, сколько труда, тысячи талантов. А он был и ушел. Павел говорит, меня все оставили. Ни один, ни два. Все оставили. Один там лука со мной остался. Все меня оставили. Дима слазубил нынешний век. А их сколько? На меня нападает там это в интернете. Александр Д. Думаю, ХАД. Сейчас Антон Дулеевич АД. А мне говорят, два Ада на вас навалились сейчас. Два Ада. А еще третий должен быть. Третий должен быть. Ничего у них не будет. Пока Бог не восставит людей, которые не будут корыстолюбивые. Не будут трусливые. Движение начнется. Но все понимают перед великими переменами страна и патриархия. Это понимают. Это прям открытым текстом уже пишут. Поэтому приготовьтесь. Это все будет по-другому. Все по-другому. Храни вот этих вот. Да благословитый Господь. Учитесь правильно креститься. Кланяться. Слушайте родителей. Считайте буквально по крупице Слово Божие в них. Чтобы оно в них сохранилось, когда они будут где-то в другом месте. А это уже рядом. И говорят, не может все время дракон с медведем дружить. Это Китай. Дракон и медведь. В один день поднимется. Сразу располовенена будет Россия. Весь туда отойдет. Китаю негде жить. А эти отсюда. Мы идем с тысячными войсками на вас. ИГИЛ говорит. Не задержать ничего нельзя. Ну а где выход? Колени. Колени. На колени. И молитесь. Этого-то нет понимания. Им только нужно. Даже священники, верующие. Что-то не так. И они сразу жалуются. Вот. Могут они пожаловаться. Соврут. Но пожалуются. Они не могут без властей. Нигде. Наши самые близкие мне люди, которые были в интернете. А нет, я в Ютуб пожалуюсь. Серьянство. Проклятая Богом дружба с миром. Проклятая. Нет никакого. Христос и Виляр. Ну не по твоему, Олейка. Ну успокойся. Парси нет. Я буду жаловаться в Ютуб. То есть мирским властям. И теперь тебя закроют. И ты будешь передо мной стоять. Да хоть все закрой. Я-то остался тот же самый. Посадили меня в тельбу. И что? Выступают на суде и говорят. Как хорошо Игнатия арестовали. Хоть маленько отдохнет. И тут, говорит, покоя никому не было. Перед Богом. Огонь. Ревность. И тогда Бог тебя благословит. И пойдешь. Ты просчитал. А я проповедую не обрезание, а крещение. Если я такое же крещение проповедую, за что меня так гонят? Значит у них нет крещения. И поэтому мы четко показываем. Я вошел в этот стих. 5.11. Когда оно по тебе проедется, это Слово Божие, оставит трубцы. Вот начинает где-то. А вот он отказался от вас. Ну отказался, Иллариум. Например, он сказал. Он отказался от о чем говорит? 10 глава Евангелия от Иоанна. Видит волка, приходящего патриархийного, и бежит, бросает войско свое. Вот и все, весь ответ. Это прямо показано. Так ну, вовцы виноваты, нет. Павлов совсем, кажется, не виноват. Сталин расстрелял генерала. А Власов и армию сдал. Две. Никому не удавалось это. Ну а человек-то рядовой, причем, он перешел к немцам. Я должен за ним идти туда. Но ты перешел к тем, которые в Зорвежья церковь никогда их не считала своими. Серьянцы. Это главный пункт был, чтобы отверглись они от этого предательства. А сегодня они, около них, уже забыто все как было. Мы делаем так, чтобы призывал Антоний быть верными. Анастасий Грибановский. Антоний, основатель этого самого. И да, дальше. Митрополит Виталий. Мы совершенно на том основании. Там филарет был еще. Мы никуда не сдвинулись ни шагу. А они бросили. Тем достойнее подвиг будет. Куда мы бросили? Мы поминали, поминаем. В революции вообще никого не было. И не знали, кого поминать. Иосифа Петроградца, Агафангела там, какого, Рязанского. Никто не знал, никого нет. И люди спасались. Мы знаем, кого поминать. Мы подавали заявление, чтобы нас приняли в русскую православную зарубежную статков. Заявление. Я был, подали. Ответили. А заявление на выходе мы не давали. И у нас ни за что. Такого не было, чтобы бросили. Вы на другой территории. А то вы не знали, что чужая территория. Или коммуны какие-то. И зачем мы образовали общину здесь? Ничего это. Ни одного слова нет истины. Там все ложь. Тем выше наш подвиг, что мы остаемся верными. Никуда не шевелились. Никуда. Мы признаем все юридзиксы, которых есть священцы. Старообрядцев признаем. Но никуда не идем, молимся. И все. Работать надо. А вот надо, чтобы кто-то крышевал нас. Какого-то епископа надо. Да епископ может только разрушать. Он не может ничего созидать. Зарубежными мы действительно за все время. Мы ничего оттуда не получали. Ничего. Ни разу. Несчита от антиминцы дали. И связь, она не прервана была. Но вот эти годы-то они уже размотали. Это в их планы не входило. Нет такого плана, чтобы остальные все сдатели на территории защитку произвести. Нету. Нету. Это выдумка. Поэтому то, что мы делаем, это единственная, может, за мировую историю подвиг такой будет. Мы остались верными. Находимся под благодатной длани нашего Господа Иисуса Христа. Мы знаем, кто там есть. А наши братья за рубежом нас все поминают. Все борются с священниками. Он не может сказать, не молитесь за них. Не может. Ни ларен, ни кто капрал. Никто. Мы молимся за него. Он не может сказать, за меня не молитесь. Этого нет. Он может сказать, на службе не поминайте. Тоже не может сказать. Не может сказать, только это уже совсем никакое. Вот как дело-то смотреть надо. Ты духом-то чувствуешь. А сказали, у вас епископа нет, я пойду. А ты помолился Богу? Тебе Бог положил это на сердце? Да ничего же не было этого. А надо, чтобы кто-то тебя сверху там была какая-то организация. Да она тебя заела организацию. Нас гнали с первого дня, как мы были еще в патриархии. 53 года меня гонят. И ничего не успели. Единственное, что могут делать, пакости. Обращаться к властям. Закрыли, перерегистрацию не давали нам патриархийные. Мы все сделали. И поэтому научиться надо благодарить. Вот эту уникальнейшую возможность быть свободным во Христе. Ни один архиерей меня не может задавить. Никак. Патриархия мы ее знать не знаем. Кто она такая? Аминь. Да. И эти отреклись. А мы их поминаем всех. Патриарха поминаем. За всех молимся. Это придумать даже нельзя. Бог сделал так. Можно еще? Чуток. Я хотел еще сказать, что дело все в том, что тут немножко другим путем пошли галаты. Так как апостол Павел, он был дорог для них. Все-таки они через него много приобрели. Я думаю, что это получилось, как и в других посланиях. Он пишет, что обратились к нему те, которые там были в церкви, обратились, говорит, в послании, говорит, и так далее. То есть я думаю, что тут и галаты не один начал писать. И сестры побеспокоились послание, видать, написали. И братское было послание. И апостол Павел, так как он жив был, слава Богу. Он и оказался этим самым авторитетом. Да еще и с нужными словами. И обратился. Поэтому он обращается, скорее всего, говорит, святые. То есть он понимает, что раз столько обращений было, все заботятся, переживают о своей общине. В которой апостол Павел, видать, немного, недолго был. В других местах он дольше был, а здесь, видать, не так долго. Но закрепление было чем? В евангельской проповеди. Да. Он же им Христа проповедует. Аминь. Ну он же живой еще, пускай дальше проповедует. Вот, Игнатий Иванович. Что мы его будем в сторону задвигать? Зачем это нужно? Скажи, кому? Он нас родил. Что мы проповедуем? О чем я речу? Пускай он и есть авторитет тот самый, и среди нас, и где-то еще. Пускай он и ответит, а мы будем за него. Поднимем ему, как говорится, голосовые руки. Какой авторитет? Я везде примеры говорю, откуда это взято. Как апостолу еще, как Господь сказал. Ссылаюсь на 10 главу Евангелия Теяна. Это Христов авторитет. Аминь. Это наемник. Он видит грядущего волка из патриархии, бросил убежать. Он не защищает, ничего нет. Это прямая притча о нашем положении. Я благодарю Бога, что мы попали и в эту статью. Это Бог так сделал. Буросил говорит, увидит волка приходящего и бежит, а их волками лютыми по-другому не назовешь. Были отдельно, молились, никому не мешали, ничего не нарушили. Меня оплатили деньги, вызвали, выступал. А вы нам не нужны. Как нужно? Ну скажите, в мировой практике за 2000 лет было ли такое, чтобы взять без вины и человека отлучить, а загонять туда. Но я туда не хочу идти. Ну волчий загон. Я не могу с волками быть вместе-то. Куда ты меня гонишь? И там живешь спокойно. Иди сюда. И магнит они вправят. Тут любого задавят. Любого. То есть они безбожники. Лютое, лютое безбожники. Мы находимся в самом истинном положении. Это Бог дает от Бога. Мы молимся. Это от Бога, что нам Бог дал. А которые там где-то, от волча, от них там подрастают щенки, они будут на своем месте. От них взвоют все. И поэтому научиться славить, перейти на вторую ступень. Говорят, не говорят, от них никакого значения не имеет. Итак, двенадцатый стих. О, если бы удалены были возмущающие вас толкования, подвергшихся обольщению, он назвал вначале неразумными и порицал не более, чем детей. Самих же обольстителей, как больных неизлечимо, он проклинает и говорит, ой, если бы они не только обрезывались, но и совсем изрезали все тело свое. Смотрев, он назвал их возмущающие, по-славянски развращающие, по-гречески принуждающие оставить свое отечество и свободу. Отводящие их в плен, потому что они и действительно лишали их свободы, и, уводя от горнего Иерусалима, как переселенцев, пристраивали к закону, к мелочности иудейства. Заметь также относительно тех, которые оскопляют себя, что они навлекают на себя проклятие апостола. Все, здесь сознание перевернутое, вот такое. Христос зовет к Вышнему, а эти к Нижнему, с властями, с властями надо. И это первая власть пойдет и за собой потащит все, что с ней было. Хотел тут немножко, вот это, сказали о скопцах, и я тут вспомнил и Малакан. Как раз там у них это было очень развито. Малакан это одна из сект в России, перед революцией особенно сильной была. И к ней пытались причислить Распутина. Вот Распутин это самая такая необыкновенная такая какая-то личность, которую как о Болгарии. И все знают, что это там насильник, ну, все самое кошмарное, что можно сказать про Распутина, как про Малюту Скуратова, так говорят, только в духовном еще плане. А когда начали его рассматривать, сейчас фильм вышел, не знаю кто посмотрел, нет, там несколько серий, и февральская революция, и сразу начинают рассматривать Распутина. Только еще убили его в декабре 16-го года, и там говорят, он был у Малакана, пошли начали смотреть, а оказывается он туда, к Малаканам ходил, чтобы им там проповедовать. Посмотреть на них, и внутри этой секты он там что-то рассказывал. Потом коня украл, оказывается, коня украл не просто так, там спасал ребенка, там и так далее. Когда все, говорит, ну он там гулял где-то, а где гулял? На пирах, там пиры, там горой. Он туда заходит и беседует с теми, кто там сидит эти. И они не пьют, ничего там нету этого. А потом показывают, под него прям наряжается в рубахе, такие русские, он в русском народном ходил. И под него загримируются и быстро убегают. Ну, короче, поймали некоторых, все. И все это вот так вот покрыто мраком, а потом, а что же там у императора было? Начинает рассказывать. Раз спасает этого Алексея, у него кровь идет, только он один. А как, говорит, это все было? Расскажите, что там, какие орги он устраивал? Он, говорит, молился просто, как молился? Кто видел? Где? Начинает там вырубывать, расспрашивать. Еще там фрейлин. Просто иконы стоят. И человек стоит на коленях, молится, говорит, со слезами и так далее. Все, все уже. Потом начали дальше. Про войну, как там к войне относился. Он к войне вообще запрещал царю. Ходил к императрице. Единственный человек, кто до конца боролся, чтобы не было войны. И у нас вот такая вот она у нас и Россия, тоже непонятная, вот это православие наше. И вот так же точно оболгали уже всю нашу общину вместе, ну понятно с кем, кто у нас. И не могут вот сейчас из-за своей лжи найти эту правду. Ну хоть что-то там доброго должно же быть где-то. Нет, мы ничего не находим. А теперь оказывается, что это масоны специально все прикрывали. Лишь бы только ни одной, даже какой-то йоты истины не всплыло. Почему? Ну тогда это будет обращение людей к правде. Люди тогда начнут правильно молиться, правильно думать о своем будущем, о вере во Христа. И ничего этого нету до сих пор. Одна ложь. У вас за скольки? До полчаса? Да нет. До часа. 45 минут еще прошло. Половина еще. Ну что, оболганная личность, самая оболганная действительно в 20-м столетии. Царь делал расследование. Ничего не нашли. И что интересно, в комиссии по расследованию был блок Александр Александрович Павел. И сделали отчет, когда полный нигде не подтвердилось ни ни слова. А то у царицы была карта специальная, и она немецким передавала, где войска, чтобы нападали и проще. Она только говорила, какой неблагодарный народ. И стала мученицей. Но это должно быть. И надо это принять как есть. Ну а кто расстреливал-то все эти белобородные в силу? Ни одного нету, никого нету. Все уже на суде Божьем. Все. И мы должны так и понимать. И это все пройдет. Это очень хорошее. Это уже было под солнцем. Как поищут люди момент, когда можно было пострадать за Христа, сказать правду, не убояться. Ничего нет. А сегодня тихо, то есть как глянул, все. И вот Чаплин об этом пишет. Только стоит где-то одно слово не так, и все. Сами за собой вымарывает. Патриарху что-то сказали. Гляжу, говорит, сказал, и свои слова вымарывает. Это уже открывает какую-то часть хотя бы. И то видно. Пожалеть надо человека. Он раб. Раб золотой клетки. Действительно так. Как он мог по теряевку приехать? Его не отпустили. А приехал бы. Приняли бы. Приняли. Ну так вперед-то маленько посмотреть. А что бы я в этом положении сделал? Да мне терять-то нечего. Я в первый день, когда обратился, я понял, у меня могут взять за это, за это, за это. Я сразу все это выбросил. Все свободно. Чем мне начнут угрожать у меня? Нет этого. Нет этого. Как здесь налоговый пришел, а не православный. Так а почем свечи у нас нету? Как нету? Это же православные. Ну сами покупают, делают так. Ну а крестики торгуют, не торгуем. Она опять. То есть, а у них уже стандарт. Православные это деньги крутятся. Нет ничего. Нету. Соклинская миллиарды, миллиарды рублей. Соклинская. Нету ничего. Покрутились, побегали. Меня надо отпускать уже. Я явился туда и нет еще. Да какие уже православные сектанты. То есть, если быть по-православному, только с деньгами дело не иметь, уже сектант. Все. А если еще ты не горбатишься за каждым словом батюшка благослови, то по-другому это. Десятину пусть они восстановят. Они весь народ сделали ворами и проклятием. Проклятием проклят весь народ за одну десятину. Да это в Ветхом Завете. А вам по-новому охота заветует. Считайте. Положили все достояние к ногам. Не десятину, а сто. Вот как надо. И если праведность не превысит книжников и пресеев праведности, они платили десятину, смяты. То есть, куда ни погляди, везде беда. И вот тут я нужен, я понял, я тут вас требовал. А что они там говорят, делают где-то? Ну никакого значения не имеют. Новые и новые души приходят. Вот сейчас, смотрите, тему назначили одни. Какие-то Колесниковы, Николай и Саны зашли. Говорят, вы каждый день делайте. Вот о чем пишут, что люди... У меня уже 15 роликов. Две недели назад. Первый раз. И сразу вышла мама Никитина. Елена. Нашлась мама, поблагодарила за все, что с моим сыном вы тут трудитесь. Я говорю, Никита, а она знала, что я там-то был в лагере? И как, да, знала. И не изменилось отношения. Нет, мама у него сидит на диване, наши книги положила. И для Слова Божьего не тут считает себе. Никита, я правильно говорю? Да, правильно. Вот так. Во славу Божьей надо работать. Сеем, сеем с надеждою. А надежда не пустыжает. А они против. Так это награду увеличивает. Как понять-то не можете. Все желающие жить благочестиво будут гонимы обратно. Если я гоним их, я попадаю в рамку благочестиво. Только бы не поставил, как вор, злодей, посягающий на чужое. Я не посягаю. Они посягают на мою душу. Загоняют. Люди, чтобы в церкви быть, 10 лет за один аборт стояли у двери. А здесь зайти. Любыми путями затолкать патриархию. Но это делает только человек, который знает, что он меня ограбит. Чистое, крепкое. Там конкурс идет. Конкурс. Если бы ГИБО, другой институт и где-то. Конкурс. Здесь нет. Любыми путями нас туда загнать. Я сказал, никогда не будет. Вам благословения никому нет. Трудитесь. Посылайте людей. И работайте, чтобы патриархия ожила. Вот с какой целью. А быть там нельзя. Власть над собой давать. Они сразу разрушат. Они не умеют по-другому. У них это скорпиония хватка. На черепахи едет, и все равно ужалить надо. А я по-другому не могу. Тут все на глазах. Мы не говорим о документах, что батюшка говорил. Батюшка приедет, покажет где-то. Нам Бог это дал. Бог. Самый намек. Власти над нами теперь нет нигде. И притом мы к этому не добивались. Не уходили. Не выпрыгивали на ходу. Нигде. А они сами. Это Бог положил им на сердце. Нам, чтобы мы не заходили, а им, чтобы нас не признавать. И мы совершенно свободны. Имея все. Имея причастие, таинство, соборование. А дальше Бог усмотрит. А если батюшки не будут к храму открыты, в любом, мы же не отвергаем благодать это. Но и тогда община будет сохраняться. Под своей регистрацией. Уже сегодня говорят, а как будут приходить в платочках, не в платочках, собусчитывать, не допускать. Разбойники. Человека. Вот в штанах она придет, можно. В сережках вся намулеванной, можно. Но одетые по форме нельзя будет. Ну, еще непонятно, кто это делает-то. Ну, даже никто так их не обречит, как они сами. А эти, которые все-таки сегодня говорят-то, выставякают-то. Это будущее. Самое главное палачи для тех, кто их травит сегодня. Зло выборочно не бывает, они поднимутся на них. Это всегда так было. Они взращивают до своей смерти. И они нужны, да, нужны, как ИГИЛ. Как мусульмане. Надо молиться. Эрдогена я включил молитву, молись за него. Написал, Эрдогена, епископ, за Диодора теперь. У меня молитва вот так вот, все, шире и шире делается. Молись за ИГИЛ, Господи, что нужно там? А, хвати молитвы, и все. Не лежи, как в дохлой ночью-то, встань на молитву. Выбери днем время. И когда идешь дорогой за рулем, а сам молись и молись. Первым местом это враги должны занимать. Златоуз говорит. А почему, я думаю. А потому, если ты не помолишься, пока за других молишься, а враг приблизится и стукнет. В первую очередь за него помолись. Чтобы Бог маленько оттолкнул его, а потом обратил. А обращаются, да, обращаются. Приходится с кинжалом убить жития святых. И обратился, задрожали руки, кинжал выронил и рассказал, кто его послал. А вот этот так, а явился там Григория Мерицкого. Это иудеи требуют чудес. Нам это не надо. А сатана может показать, все может показать. Вера от слышания, но не от видения. И это показано, что было такое, мы не отрицаем. Но нам не надо ничего этого. Зато вот, говорит, я чудес не требую, я верую. А вера есть, значит, меня уже не смутить ничем. Я верую, за меня умер Христос. Я грешник. И главное, что не надо прямо говорить, что умер за наши грехи. И сегодня там это начинает. Где-то. Собирается православный, не верит в воскресение из мертвых. И то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Слышали такое? 512 год, когда воскресли 7 утраков. Молоденькая Алла пела. Синхрофразотрон, говорит. Синхроф. В мои годы, в свои годы, говорит, Толстой не писал таких даже книг, которые детям в первом классе. Первокласска. Скорей бы, говорит, первокласска, говорит, состарится, отдохнуть от школы. И она поется, вставит, ученики рядом, да, ой-ой-ой, мужской голос-то. То ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. И дальше она все это говорит. То ли еще в церкви будет. Так что сегодняшняя покажется она как бы нормальная. Баптистов гнали, они такие. А как новая секта пришли, сейчас вспоминают, баптисты такие хорошие. Они такие домашние, можно было говорить. А эти падают, орут, кричат, хрипят, лают. И такие баптисты хорошие стали. Придет время еще и этих харизматов вспомнить. И когда сам сатана сядет. Почему Осипов и говорит, если антихриста примут, то в первую очередь православные. У них все есть для этого. Дать царя, искупителя, искупителя. Не Христос, искупитель, царь Николай. Все. Так что православные готовьтесь. С хлебом с солью. Как Андрея Кураева спросили, говорит, ну а если бы антихрист, что это, подошел, поздоровался и сказал, хочу познакомиться. Приятно познакомиться. Вот так. Православных не спугаешь даже антихриста. Рыбак рыбака видит издалека, что пугать. Итак, Галатам 5.13 К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Толкование. Не с тем, говорит, мы призваны Христом, чтобы стать рабами закона, но чтобы освободиться от иго подзаконного рабства. Потом, да вы кто-нибудь не подумал, что так как мы свободны, то нам можно делать все, что не захотим, он исправляет это и говорит, да не будет нам свобода поводом к угождению плоти, то есть плотским пожеланиям. Ведь не для того мы освобождены от иго закона, чтобы совершать преступление, но чтобы и без ерма идти в порядке, как свойственно получившим хорошее воспитание. И не для того получили мы свободу, чтобы нарушать закон, но чтобы превзойти даже закон. Устранив иго закона, он налагает другое иго, иго любви, и более легкое, и вместе более крепкое, чем то. Намекает также, что обольстители эти явились к ним из желания власти, ибо властолюбие – мать ересей. Посему, так как любоначалия произвело разделение у вас, то любовью служите друг другу. А словом «служите» обозначает любовь напряженную и сильную. Обращаясь за тем нравственным наставлением, показывает способ, которым можно устранить порабощение плотским пожеланиям. Хотел вопрос задать, а вот у братьев галатов, у них богослужения было такое же, как приблизительно, а вот занятия там, собрания, как у них было, нет, интересно. Вот из-за послания к галатному, кто может сказать? Интернета тогда не было. Ну, кто-то может что-то увидел между строк, бывает же такое, что кто-то хорошо читает, прям отлично. Ну, как можно было сохранить общину, вот в той структуре, вот Игнать Тигна сейчас сказал, и община будет сохранена. Батюшки не будет, будем каким-то священником ходить там, к разным, я так понимаю, не к одному уже, иначе будет видно. Там будем благословляться, и причащаться, и исповедаться, и община останется. На чем она будет основана, эта община? Чего она останется? Священник Алибуев? Павел приезжал, Хаминский. Это отлично. На неделю. Пожалуйста. Он поехал там, так говорится, своих, где есть. Да дай Бог здоровья. Ничего нет. Но, они должны знать, что мы признаем благодатность московской патриархии, чтобы они знали, с кем имеют дело. Потому что у некоторых, которые отошли, а они отошли только потому, и нас зазирают. Кого вы признаете? Эту КГБшную им больше признаем. А почему так? Ну что, я вам ответил, дашь еще объяснить. Я признаю, я молюсь об этом. Я признаю благодатность ее. Да ни по каким признакам не видно, что она благодатная. Даже митрополит Виталик, у меня письмо, если его рукой написано. Мы стоим перед уже решением признать ее все безблагодатной. Мы признаем, и все. Никак больше. А как, когда Никон взял реформы священников неба, их называли беглопоповцы, священник откуда-то, они его принимали до его смерти. Но его не рукоположишь. И постепенно кто-то оттуда уходил, переходил, и он дальше продолжал у них служить. Но их ненавидело власть. Мы гонялись за ними. И потом по всему миру отправили людей, Павла и Олейпия, старобрядцы, и нашли Амбросия, митрополита. И двоих он рукоположил, уже три епископа. И теперь они вернулись. А где это Буковина, там были. А эти где Карловарцы, Карловчане стали называть зарубежные. У Бога всего много. И патриархия это их все время. А теперь признали, благодатная, старобрядчица, епископат, все признали. А остальное, которое гнали, як они бывшие. Все? Понятно. А для меня и старостильная, и все у них есть епископат, говорим, с которыми знакомы. Мы все признаем. Признаем это действительно так. Мы не идем на суд Божий сегодня. Требовать от Бога. А как это? Но я признаю и все. Рукоположение сохранилось. Этим определяется церковь. Но собрание, я думаю, у них было. Давай. Я могу сказать. Быстро. Потому что где-то же они слушали лжеучителей. У меня такой вопрос. А если церковь, сохранившая рукоположение, в какое-то впадает юридическое учение, начинает ему следовать, это остается она церковью или нет? По канонам. Как вот? То есть впадает юридическое учение, такого нет. Ересь. Одно слово. Ересь. Ни конфессий никаких нету. Вот как сегодня. Динаминация. Это все. Нету. Есть только церковь и ересь. Другого нет. Если впадает юридическое учение, то должно определенно быть не одним человеком. Ты заметил, что не такое? Ну, вот сейчас мне пишут. Архиерей такой, это Игнатий его звать. Там где-то. Ну, я не знаю, Карелла-Финская, что ли. И вот теперь, что делать, мне пишут. Что делать? Развалил все, говорит. Развалина. Ну, обращайтесь к патриарху Кириллу и другим. По порядку нужно идти. А он ересы. Ну, ты за себя имеешь в виде, что еретик, отойди, если ты знаешь. Должно быть принято решение. Не так, что я его объявляю еретиком такого-то. Это никогда так не делалось. Это должно быть соборное решение какое-то. А священника извергнуть? Священника извергнуть должно быть 6 архиереев. Сам снять. 6. А архиерей, где-то 12 архиереев должно быть собрано. Тогда только могут снять. Это очень серьезное дело. И сам снятый, но так не возвращается. А если, конечно, доказано должно быть доказано. Он имеет право апеллировать, говорить. Но обязан явиться на суд. А если не явился, то обвинение затвердели. А если там ересь, то надо узнать, ересь или недопонимание какое-то. У нас все ересь. Палец не туда прижал, ересь. Но это не ересь, это обряд. Другой там еще что-то сделал. Что там, проходной двор, и все разрешено. Ну, у нас был человек, вот и сидел все время за пьянку. Домой пьяного приносили, бились, бились. Он в коридоре стоял. А сейчас ушел, все, там ничего нет. Ему это нравится как. Вот тут требовали, то другое, а сейчас ничего нет. Я там зашел, сразу рот разлинул, причащаюсь. А на завтра опять пьяный. Как этот. Ну, впал в блуд. Ну, бывает такое, бывает. Ну, сколько положено женщин. Семь лет у нас стояло. Был случай такой? Был. Семь лет она отстояла. Отстояла теперь. Ну, по порядку как. А у них ничего этого нет. Батюшка назначил эпитемию в течение недели сорок поклонов. За смертный грех. Эпитемия самая ужасная, то, что лишается причастие. А наказать за то, что ты несчастно причащаешься, сумасшедший ум только можно говорить. Наоборот, все. Все вывернуто вот так. Почему? Это не дух Божий, потому что там действует. Дух зла, дух разделения, ненависти, вот эта мстительность, преследование. Но ни по одному признаку я не вижу, что там дух Божий есть. Нигде. Ну, а как тогда? Не знаю, я сказал и отошел. Теперь я только могу молиться за них. Ну, а спросят, я докажу легко. Дух Божий, разве это делает, чтобы Библию полностью, как будто ее нету? Нет. Вот сейчас пишут, документально показывает, когда космонавты в Голков, Добровольский, Пацавев-то летали, первые погибли, которые до этого Комаров точно так же погиб. Ну, и разные-разные вопросы, почему они именно вот так вот. И показывают, когда вытащили оттуда, спускаем аппарат, а там где-то там в Крыму, главная-то ставка у них была, и ждут звонка. А почему нету? Они тремя сигналами там, цифры какие должны быть. Если подряд три пятерки, значит, если плохо совсем, то цифры в обратном порядке будут. И, наконец, они ответили тремя цифрами. Да что, совсем, совсем. И они еще теплые были, теплые. И начинают показывать, сердце, ртом дует, прямое дыхание, мертвое. Я стараюсь проникнуть, что с ними было, о чем они говорили. Ну, все, спускаемся в землю, видать, это не все. Клапан оказался незакрытый. А они врут, не клапан. Это опять начали лгать. В корпусе дырка появилась величиной с копеечной монету. Кто-то снаружи ткнул пальцем ангелы, и теперь в воздухе есть вышел, их высушил, ничего нет. Вот что с ними было. А теперь говорят, говорят, а почему пальцы не заткнули, а другой там Леонов выступает. Да это под первой оболочкой, там под клапаном, то другой. Ну, врут, а клапана всего два. Ну, еще ради клапана туда слетан уже опускается, еще он открылся-то. Это ангел, видимо, сидели, и что-то, было такое, все коммунисты. Ангел ткнул дырочкой, и у вас нету. Я вот так это понимаю. Господь стучится, и мы этого не видим. Надмене какое, стоп-процентное гарантия, как ракета взлетит, прилетает маршем недели. Как раз я был в ракетных войсках, только образовали их. И ракета, и вблизи не должны быть все там подземные бункера и все, он совсем рядом. И в это время включается мотор сам. А ракета-то стоит на месте, ее еще не открепили, она, моторы, турбины заработали-то. Но и рвануло, я не знаю, сколько там, может быть, 250 или сколько, ядовитого, быстро воспламеняющегося. Ну и все, его нигде не могут найти, все сгорело. Нашли только от погона маленько, что-то где-то, и кажется, звездочку или что-то. Ничего вообще нет. Звезду героя оплавленную. Маршал Неделин. Звезду героя оплавленную. А? Звезду героя Советского Союза. Да, да. Там же она золотая. Вообще нету, сколько людей погибло. Почему? Надмение. И Бог остановил. И как один рвался, как хотел, как опоздал, и остался живой. И как они бились. Две команды было, две группы, которые должны были полететь. И гражданские, которые полетели, и военные. В космическом центре. И, наконец, Королев дал добро. Там Хрущев там участвовал. И полетели гражданские. Все погибли. У американцев по семь, два раза. Все что-то невидимое где-то. Поэтому Бог допускает. Вот вам, когда трудно, тяжело, вспомните, кто-то тонет. Где-то цунами, где-то землетрясение. Ну, кто-то умирает. Разрезали там рак у него. Ну, у тебя ничего этого нет. Ну, благодари Бога-то. Ну, не трясись ты за свою жизнешку-то. Они говорят, это значит, если они не будут говорить, тогда беда. А раз они клевеют, что без епископа не спастись, значит, от Бога это. Бог сильнее, выше делает подвиг. Мы никуда не отошли, ничего не раскалывали, нигде. Ничего нет. Мы просто сидим, тихо, спокойно и работаем. А они там вокруг наворачивают где-то. А зато они ответят, вот за это я, что со мной. Я стал рассматривать все на молитве и увидел, это на миллионы, на миллиард, может, людей. Бог дает такой вот шанс человеку быть свободным в совести. Никому не подыгрывать. Никому не угождать. Но только уже живите достойно этого. Такую свободу вам дал. Нет, все потеряем. Они не могут вот так разговаривать, суждать, патриархов судить. Они не могут. Нельзя сразу священник. Что ты святейшего судишь, там то другое. А он сам не знает, кто бы с ним поговорил. Это все приоткрыто сегодня. Я сегодня вечером, если Господь позволит, ролики начну делать на выступление Чаплина. Хотя в свое время у меня ролик был, где он против Андрея Кураева, Чаплина. А я объясняю, там сколько отзывов было. Я сегодня уже проработал материал, выделил красным. Но только сесть сейчас и начнем делать ролик. Четырнадцатый стих. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Толкованием. Если вполне, говорит он, вы желаете исполнять закон, Так исполняйте не обрезанием, но любовью, Потому что в этом заключается полнота закона. Смотри, излагая нравственные наставления, Он не забывает и догматического учения. Так сильно ускорбел об их заблуждении. Я сейчас понял, что очень сложно было галатов-то идти. Апостол Павел далеко толкования ни Феофилакта, ни Златоуста еще не было. То есть, сами рассуждали, сами по себе. Ну, а апостол Павел, конечно, был тот самый авторитет, На котором брат пытался вот сказать как раз. И надо было, чтобы он до конца рассказал, как же все-таки быть. Тем более, что такие были моменты, как обрезание Тимофея. И на этом, конечно, уже апостолы. Тоже они на пульсе церкви этой галатийской, руку, как говорится, держали. Многое знали об этом. Может быть, это их и побудило даже, приехать туда. И именно начать с такого вопроса, как обрезание. Чтобы смутить. Как легко было смутить, а вот. Потому что не было писаного. А нас сейчас сложно будет, должно быть, смутить. У нас есть Феофилакты и Златоуст. Поэтому сразу предлагаю, когда будете где-то с кем-то беседовать, вы сразу умом не поползайтесь. в сторону, вам более понравившуюся. А придите и Златоуста почитайте. Или вот спросите людей, которые читали его. Чтобы подсказали, где узнать об этом вопросе. Я говорю, повернусь этому докладу Чаплина. Ни в одном месте он не видит рациональное зерно. Не видит совершенно. И он не видит практически, как это исправлять. Многие монахи, монахини уходят в мир. Но по-монашески это беда. Ну, вывод-то сделать, чтобы этого не было, он не знает. А вывод-то очень простой. Прекратить это монашество. То есть оно монашество пусть будет без обедов. И нарушений никакого не будет. Просто и понятно. Пусть служат, трудятся. Они сначала свяжут клятвами такими. Уподавляются Иуде, Каину. Ну, если из монаши, то пришел жениться. И прочее. Страшно. Войти оттуда нельзя. Как у мусульман. Обязательно голову отрежут. Это тут в духовном плане. Ну, а вы. И везде надо искать выход. А тот патриарх в золотой клетке. Ну, ты рядом был. Сохрани с ним хорошее отношение. А теперь ему скажи. Не бойся сложить в себя полномочия. Патриарх, говорит, доживает последние дни. Пишет о том. То ли уйти, думаю. То ли не поймешь даже. Ну, пока он на месте. Тогда не бойся. Не бойся. Брось в клич. Россия должна родиться свыше. Больше ничего не надо. Его увидите. Что Бог сделает? Ну, чтобы это сказать, ты должен сам быть таким. Пережить это. Ну, понимаешь. Какие он видит недостатки, вопросы. И все они решаемы. Нерешаемых нет. Они называют проблемы. Я фу. Такое слово нехорошее. Нерешенный вопрос. И он решается. Решается в Духе Святом. Перед Богом. Ревностно. Я воскорбел. Заплакал. Враг смирился. У него много врагов. Ну, ничего. Молиться надо. Кому-то что-то дать. Может быть, обиженному заплатить вчетверо. Выход всегда есть. Я хочу по этой тематике как раз и разобрать. Это многим глаза откроет. Я понимаю, какие вопросы. А почему вы так говорите? Потому что я не связан ничем. Я никому не обязан. Я не боюсь никого. Почему? Я Бога боюсь. Кто Бога боится, никого не боится. Когда пошли братья Иосифа. И отец наказывал, чтобы нас ты не трогал. Отец наказывал. Когда он умер. Да. А он говорит. Я Бога боюсь. Поэтому не бойтесь меня. Кто Бога боится, того бояться не надо. Он никогда ничего плохого не боится. А вот Бога не боится. Это своры лютых волков. Они раздерут своего. Аминь. Видите как. Воспоминания должны быть все связаны с небом. Этого нет. А вот где-то что-то сказал. Книга этого Шевкунова Тихона. Святые, не святые. Пустяшная книжонка. Больше миллиона уже экземпляров выпустили. Перездают, продают, перепродают. Она интересно считается. Писательский талант. С кем он встречался. Но нету там. А то, что душа возродилась свыше. Вообще нету. И поэтому никакой пользы она никому не приносит. Никому. Но забавно, интересно, смешно. Хорошо. И как говорится, язык подвешен. А ты напиши так, чтобы пять слов, но коснулись. Я все вспоминаю. Война и мир. Там князь Волконский уже эвакуирует в Москву. Погибла Россия. Россия погибла. Два слова. Но вопрос опять. Усяплин говорит о Боге. И сразу вопрос. А какого Бога он подразумевает? Какого? В какой инстанции? Где он сидит этот его Бог? Ну видно, что не говорит о Боге Егое. И даже когда они пользуются терминологией, священописанием, и тот за этим не договаривает и скрывает свои подлые интересы. Вот так. Поэтому туда приближается, это на смерти. Явно ты. Умереть в поганом месте где-то. Вот так вы меня сейчас сказали. Хочешь пойти туда? Как горе. Даже выбрать, я не знаю, с чем бы выбирать. Ну конечно, выбирать не надо. Но если бы коснулось, или туда идти, или куда-то. Ну я бы не знаю, даже к католикам пошел бы. Даже к католикам пошел бы. К старообрядцам. К Григориям Армяновым. Но туда никак нельзя. Настолько открыто, нагло все это делается. Слово не держат. Слово не держат, его нигде не уважают. Никто так не нарушает свое слово, как патриарши. Сказал, как будто не было. У нас договорились, батюшка, барашка зарезал, ждет. Нету. А взялся за это дело епископ. Какую-то согласительную комиссию здесь прошло. Встреча в епархии была, следующая потеряется. Нету, несло. А почему? А мы так решили. Так мы же договорились, ждем. Как будто никогда ничего не говорили. Гарант подлости полный. Я не боюсь это сказать, потому что я имею доказательства. И об этом говорят все, которые там побывали. И несмотря на это, самое главное, что я признаю ее благодатность. Я простить не буду. Ну какая там благодатность? Вот там собрались люди, которые из человеческого, говорят, ничего нет. Какие бы ни были, я верю, что там благодать. У меня такое несообразие это. Ну, нет соображения у меня. Я подойду в благословительную патриарху и буду о нем заботиться. Я знаю, это церковь, и нужно бороться за чистоту. Вот это мое кредо. Кредо хорошее. Кстати, можно о кредо? Вот. Сегодня поступила информация, сам не знал, из комнаты, где братья. Сегодня я пошел, послушал. Символ веры не поют, братья. Не поют символ веры. Посмотрел, вот Игорь Третьяков. Поет, смотрю. Стоит. Губами. В братской братья не поют. Вот не поют они. Сестры что-то там еще курлыкают. Ну, ладно, это понятно. Помаленькую. То есть, не хористы, а простые. Простые, да. Не поют символ веры почему-то. Ну, сказать надо, не знаю. Это, это, петь разрешено было. А патриархам есть не первым. Да. Это от него идет. Ну, не поет, значит, не поет. Надо петь. Желательно, чтобы петь. Петь не запрещено, наверное. Петь, конечно, не запрещено. Нет. Не петь. Не петь. Да патриархам все первые не пели. Он вел петь. Вот это... Петь надо? Ну, что, все поют. Обязательно нужно. В воскресенье Христово, увидев, что он устроил, то есть, илочи наши. Выходит с праведьяка, начинает петь. Там, хочешь, не запоешь. У нас, может, ты выйдешь, будешь вот так. Там он прям стоит. Показывать. У нас, если ты не был, выйди на клир, там есть кому-то. Там есть. Ну, ладно, потом, не так важно. Давай. Так что... Он же сказал, чтобы цветы бумажные в церковь не заносили. Только живые. Хорошие все. Пятнадцатый стих. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Толкование. То, что знает за верное, высказывает под сомнение. И следующее затем выражение. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Опасение и предостережение, а не осуждение. Не сказал просто угрызаете, что свойственно на гневу, но прибавил съедаете, что служит проявлением крайнего зверства. Этим указывает и на испорченное учение, подразумевает также козни друг против друга, хищничество и любостяжание. И так как они, причиняя зло и строя козни, думали только вредить другим, то он говорит, смотрите, чтобы против вас самих не обратилось это дело. Почему ученики ко Христу обратились и не сказали, Господи, научи нас проповедовать, а попросили, научи нас молиться. Как Иоанн научил своих учеников. Иоанн не научил их проповедовать, а молиться. И здесь тоже. И молитва, все вместе каноны, все соединилось в одной молитве. Вот содержание этого, оно должно быть везде курировать. Остальные наши поступки. Научи и молиться. Почему они попросили, я спрашиваю, почему? Не сказали, Господи, научи нас проповедовать. Научи нас нести Слово Божие. Даже вопрос не задали. Почему? Это богообщение. А? Богообщение, молитва. Да у них такое рыбаки, богообщение. Да ты знаешь, семинария тебе преподала, такие великие знания. А почему, общение с Богом, почему? Ну понятно. А что у них до этого не было, когда они были верующие? Израиль весь был верующий. Если кто, говорит, отречется от Бога, двух, трех свидетелей, да будет предан смерти немилосердно. То. Их не надо было учить, они молились. У них моления были. Они в храме стояли. Поднимали руки. Первостященники. Ну, не отвлекайся. Почему они, ученики, не попросили Христа научить их проповедовать? Я бы, например, ну, давай. Я думаю, потому что он сам подавал им пример, как нужно проповедовать. Вот Нагорная проповедь. Так, потому что... Он был живым примером проповеди. Хорошим, да. А как еще учить-то? На их еще почему. Ну, он и показывал, как надо молиться. Он и показывал их, как надо. Он уже ночью один был молился, написал. Да, они его не слышали. Через слова, 17 глава Евангелия от Иоанна, он говорит, очищены через Слово Мое. Так, ну, а почему они говорили, что Господи, научи нас проповедовать, научи молиться, сказали. Как и Иоанн научил своих учеников. Да это Иоанн учил, тоже не учил проповедовать. Почему? Откуда у них проповедь-то была, я не могу понять. Ну, вопросы вы сказали, коснулись, но, наверное, чувствуете, что не полноте отвечено. Почему они не задали этот вопрос? Или умели все проповедовать? Так, а проповедь ее, как таковой, не было понятия проповеди-то. Проповедь, это можно сказать? Так. Проповедь, это значит, нужно что-то нести. Что в проповеди нести? Христос еще с ними, его еще не распяли. Учение какое нести? Моисеева, они его все знали, как бы. Закона. Нового учения, закона нового не было до того, как бы Христос пришел, стал свое, а я говорю вам, как бы свое учение, да, принес, и потом его распяли, и после этого они пошли проповедовать. Так, по-другому заданно. Почему этот вопрос у вас не возникает? Или вы так хорошо знаете, что закрыли его и никому не говорите? Ну, вопрос, по сути, научи нас молиться. Понятно. И православные не скажут молиться, такие службы, акаписты. Но почему православные сегодня нигде этот вопрос не ставят? Научи проповедовать. Почему ни в одной стране нет литературного института, только в России? Вообще ни в Америке, ни во Франции, ни в Японии, нигде никогда не было ни одного, ни одного, только в России. Почему? Что-то связано с этим? Ну, в Евангелии проповедано слово-то, нету проповедь. Как нет? Идите по всему миру и пропадайте в Евангелии. Вот и все. В конце, правильно. Но почему они не просили научить их, вы то ли не понимаете? Это повеление его. Почему не сказали, Господи, мы рыбаки, мы не умеем, научи нас? Ну, вот мы читаем в Деянии 13 главе. Дух Святой выбирает Павла, Варнава, да? И посылает на проповедь. А сам Господь выбирает, Дух Святой выбирает. То есть они этому не научались, ничего, и просто Господь выбрал и послал. Понятно? А теперь Христос сказал, когда Дух Святой придет и научит, а Духа Святого не было, этому нельзя научиться. Он будет говорить мертвые слова. Он научится правильно, начало, видение, основная часть, заключительное. К чему вас учат? Там ораторскому искусству можно научить, а проповеди нельзя научить. Она мертвой будет. Химнон звучащий. Но Дух Святой придет и научит. И Господь говорит, идите, уже все закончилось. А идите и проповедуйте. Они проповедовали. Нет, они до дня 50-ти с мертвиками сидели. Зависли никуда ни один. Вообще ничего нету. Один Петр только сказал. Вот видите, а считали, что... А что, заговорили? Ты пьяный, что ли? Откуда у них сделал? Да эти рыбаки неграмотные. Невежные, они нас учат. А между прочим, узнавали, что они были с Иисусом. Вот главная черта. Они были с Иисусом. Вот где школа идет. Но прорвать это нельзя было. Воды еще не издавали шум вод многих. Откровения говорится. Я слышал, как шум вод многих. Это проповедь всемирного. Вот теперь они увидят, когда Дух Святой наполнит. И слова эти будут зажигать все вокруг. Это в третьей книге Едер показано. Четко скажите, что Дух Святой еще не сошел. Этому научить нельзя. Ну, я спрошу конкретно. Диккенса кто учил? Леват Толстого кто учил? Достовская. Какой литературный институт кончал? Никто. А современные все, они закончили литературный институт. Его направляет куда? Руководящая, направляющая роль партии. Этому нельзя научить. Он есть или нет. Считая другого, ты можешь увидеть так. Один говорит, я писал книги. Но я понял, что у меня не хватает одного, чтобы понять, что книги мои самые хорошие. Чтобы это передалось другим. А чтобы это сказать, ты должен написать самое хорошее. Вот я стою перед вами. Еще раз покажу. Вот эта книга дороже всех мне досталась. Вот. Ты ее не прочитаешь никогда. Вот эту книгу никому не прочитать. Вот чтобы от корки до корки вот так вот прочитать, не пропуская ничего. Никому из вас ее не прочитать. Никому. Вот открыл последнюю страницу. И вы мне не найдете ни одного человека, который прочитал бы ее во всем Советском Союзе. И дальше я добавлю, на земном шаре ни одного не найдете. Вот как написал. А ты сказал, я по одному листику буду считать. Не получится. А почему? Это симфония. Здесь сплошь и рядом. Вот она, считай. Вот ты начала первую страницу, почитай. Будет интересно тебе, нет? Слушай. Д. День. Серахова, 49 глава, 4 стих. Вот Д. Во дне, наверное, утвердил благочестие. 49-14. Они во дни свои построили дом. Где точка? Вот это, какое слово? Серахов. День. Вот это. День. Вот его везде надо день вставлять. Серахов, 50 глава, 1 стих. Во дни свои укрепил храм. 3 стих. Во дни его уменьшено водохранили. Притом все из Библии, не прочитать. Одну страницу еще оселишь, у тебя дальше... И будешь лежать 2 дня рядом спать. И жизнь на этом кончится. Кто помогал мне ее редактировать? Корректоры у меня были здесь. 18 корректоров работали. Бросили, самому пришлось закончить. Все остальное считаемое. Эту просто лежит для Близиры. Ее уже нет. Я не буду. Поняли? Вот почему. Надо еще знать, чем наполнить. Так, ну все. Призывай, молись. Давай. Таки помолитесь, Игнатиночки. Я забыл про свой аппарат, никого не сделал. Что же такое-то? Ничего не сказали. Принес мне аппарат, и никого не сфотографировал. Давайте еще немножко посидим. Еще раз берем. Игорь, много времени. Вопросик. О, ну понятно. Даже забыл, что у меня фотоаппарат есть. Вот что значит, Слово Божие. Живое и действенное. Достойно есть я, кого истину, Блажите Тя, Богородицу, Презнаблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафин, Без истления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величая. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенных, От внутренних расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло, Просвети правителей страны нашей, Чтоб принимали они мудрые законы, И всех начальствующих, Также просвети, защити, Людей, не познавших Тебя, Обрати их к истине, Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Должны покаяться, неближение своем, И пусть проповедуют смело и на славном Об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Иноизвреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, Что скрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов. Вопия, а воочи, Господи, научи нас Семикратно в день прославлять Тебя За суды правды Твоей. Тебе слава, честь, хвала и поклонение Отец, Сын, представляет Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, во имя Твое поднимаем руки И прими это, как жертву вечернего благоухания, Приятное перед престолом благодати Твоей. Боже всемогущий, соедини нашу молитву С молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западавших на молитвы, О них больных, сырых, одиноких и покинутых. И возри на врагов, разруши их замыслы против нас. И в судный день, да не уменится им безумие их. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, и пройди. Ну-ка, мы немножко собираемся. Ничего не забудьте, возьмите. Так, ты, Володь, визиток не забудь.